Привет, интернет! У нас сегодня большой гость, большой гость. Такой вот, знаете, я... Вот это тот редкий случай, когда я готовился к интервью, обычно, знаете, так это экспромтом, а тут я понимал, что надо готовиться. И я зашел на Википедию, я посмотрел вот этот весь список, да, то есть всех наград, регалий, и я вообще переполнился. Но, знаете, скажу вам, больше всего я увидел в вас, да, вот такую краску. Вы ведь человек очень думающий, понимаете? И вот именно вот я поэтому рад, потому что то, что вы являетесь там лицом целой телевизионной, да, там, я не знаю, там, ну, можно, наверное, эпохи сказать, да, то есть... Ну, это все здорово, мы сейчас об этом еще поговорим, вот. Вот. Но как по вашему, Дмитрию Александровичу, что у нас сейчас происходит с людьми думающими? Вот от вас это уж очень интересно послушать. Абсолютно то же, что происходило с ними 20, 30, 40 лет назад. Все то же самое. И вот у нас были 10 ельцинских лет, 10 лет оголтелой свободы. С думающими людьми происходило абсолютно то же, что и всегда. Всегда любое неравномерное распределение чего угодно на свете делится в пропорции 20 на 80. То есть это в теории управления есть такая установка. Ну, так всегда на 100 человек 80% кретинов, 20% тех, кого вы назвали думающими. Так было всегда. Просто отличие только в том, что сегодня интернет есть. Хорошо. Вот вы подводочку такую замечательную сделали. Дмитрий Александрович, мы знаем, что ваше пребывание в Алма-Ате... Спасибо ребятам с 31 канала, потому что я спасибо им всегда не устаю говорить, потому что стараются, потому что делают продукты, делают проекты. И вот тот проект, благодаря которому вы сегодня в Алма-Ате находитесь, вы как можете, что можете сказать по концепции вообще? То есть, ну, вот с высоты своего мэтрства телевизионного, да, а как вы можете оценить проект ребят с 31 канала, в котором вот вы участвуете? Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что это совершенно безрассудство и непозволительное в современном монетарном мире благородство профессионально. Вместо того, чтобы, как все нормальные люди, например, в России, ну, я думаю, и в Казахстане та же история, отправиться на рынок в Каны и купить подешевле форматик, который прошел в Турции 25 лет назад и теперь не стоит ни копейки, а у нас силы безграмотности и страну не виден никем. Эти люди сами придумали то, что нигде, ни в одной телекомпании мира ты не встретишь. То есть, это не франшиза какая-то? Сугубо казахстанский мозговой продукт. Это черт знает что. Когда все гоняются за легким тенге, эти захотели какого-то высшего над горизонтом находящегося прибытка. Это очень интересно. Ну, наверное, и действительно Рерих прав. Идущий за малой добычей, с малой добычей и пребудет. Наверное, действительно. Остачертевает все купленное. А здесь, наверное, тоже свой расчет. Вот. А если этот проект будет успешен, так он же будет идти-идти. Ага, дольше, чем тухлые дыни на рынке, которые сегодня привозят. Съешьте дыньку, она же тухлая, оказывается. Мы же не видели других, а тут мы уже увидели другое. Ну, хорошо. Значит, во-первых. Во-вторых, очень хорошо придуман проект. Ведь надо же иметь в виду, что тут бы каждый что-нибудь придумывал. В кинолике сыграть в эфире. Вот те и проекты. Да нет, даже не все еще. Опять же, какая вещь. Самый главный герой в любом случае зритель. Именно он решает, нравится или не нравится тот или иной формат. Я когда говорю формат, я имею в виду игру. Формат. То есть форматом на телевидении называется совокупность, повторяющаяся из программы в программу, правил, поступков, процедур. Формат. Качехетис такой. Качехетис, да. Все остальное лирико, вот формат. Вот на чем он базируется. Вот как угодно, вот что угодно делай, но каждый не любит свое тело. Вот он может любить то или пятое, но вечно у него есть претензии. Нету человека на свете, вне зависимости от социального положения либо достатка материального, который бы при искреннем разговоре не подумал, не пожелал, и высказал, что есть, по крайней мере, два местечка, где ему надо бы похудеть. Да даже не обязательно пузо или love handles, любовные ручки. Даже щеки у некоторых вызывают собственное такое сокрушение. Вот бы щеками бы похудеть и так далее. Похудеть – это самое простое проявление ненависти к своему телу. Можно ведь пойти и дальше. И, наконец, последнее обстоятельство ненависти к нему – это то, что мы умираем. Умом-то мы не умираем. А умирает – это чертово тело, это оно ведет нас в могилу. Но это высшее уже окончательное звено в размышлении. И самое первое в этой же собственной ступеньке – это чем такой толстый? Вот тут-то этот проект и берет зрителя. Ну, берет зрителя через 15 прекрасных людей, которые, конечно, оказались настолько честны перед собой, что даже принародно согласились быть республиканскими толстяками. Ну, честно сказать, тоже надо поблагодарить этих смелых людей, потому что, ну, бравировать, собственно, как сказать, вынести это все на публику… Да, это большая смелость. На самом деле, да. Им же потом как-то не все же привыкли уже к медийной жизни, да? То есть ведь там люди-то не медийные. Конечно. Им еще предстоит очень много сюрпризов. И нет такого толстяка, который бы не сказал. Ну, знаете, ну это еще что? Я просто пухленькая. Надо сказать, что это урок зрителю. Слушай, а может быть, путь к внутренней гармонии лежит через какие-то внешние вот такие больные признания, самопризнания? Да, кстати, путь мудрецов. Ага. Итак, урок. Значит, это, во-первых, поучительно. Это шоу замешано на весьма поучительной проповеди. Главное – внутри. Снаружи – а кто совершенен? А вот внутри можно. Как у них там? Да вот же в чем дело. Это все серьезно. А я думаю, там и человечества? Человечного очень много будет. Почему? Потому что там без человечности у них не получится. То есть это никак. На три месяца люди, это фабула, запираются в дом. Кстати, этот дом можно видеть прямо сегодня в Алма-Анте. Это красиво построенный стеклянный клуб, который находится у, видимо, известного каждому алма-атинцу, торгово-развлекательного центра «Мега». Ну да. Смотрите, как вы быстро сориентировались. Да каждый день же я там, уж придется сориентироваться. Даже обезьяна смогла бы. Вот там без, это самое страшное испытание, без мобильных телефонов, три месяца без мобильника. Это революция в сознании. Как мы жили еще 15 лет назад без этого? Без связи с интернетом, без разговоров с родными. Нет, можно стоять вокруг дома, так и делается. Мужья приходят, жены приходят, стоят день-день ской, дети приходят, машут руками. Ну что такое руками? Нельзя поговорить. Вы мне, слушайте, продали уже эту идею. Я тоже хочу пойти, посмотрите в этот куб. Идите. Вот это, помните, мне почему-то сейчас ассоциация такая. Помните, я был в свое время еще, во время перестройки, когда Митя, помаши маме ручкой. И вот он стоит, этот воин возле бавзолея, да, и все. Митя, помаши маме, это так мило, я пойду помахать. Обязательно, поддержите все, кто нас сейчас видит, или что, этих людей, потому что, в общем, нервный это есть, такой нервный фон у них. Но знали, на что шли. А вот так вот, знаете, прогноз, думаете, вот вы же чувствуете уже, я думаю, что после стольких лет в телевидении работы, да, у вас уже, наверное, так можно сказать, звериное чутье вот аудитории, да, то есть, как думаете, пойдет? Ну вот, я не знаю, так нельзя сказать. У нас есть единственного человека, это такой же талант, как пение. Единственный человек, у которого есть вот подобное, это Эрнст. Ну, а так вот же его и держит по этому, столько лет руководить. Уже это фантастически. Кажется, ну, кому это нужно? Вот голос, например, на Украине же провалился. Ты подумаешь, ну, шоу, голос, поют, не поют. А вот Эрнст, как паспорт, потрясающее ощущение. Это не песня о бескорыстной любви к начальству, это восхищение коллегой. Вот. Значит, это, что касается дидактической составляющей. Значит, это, что касается этой педагогики. Ну, господа, ну, как писал Маркс, этот пропагандист обозорит любую партию, от лица которой возьмется говорить. Специально, чтобы эта педагогика дошла бы до ума широкого зрителя. А этот проект стартует в прайм-тайм в 19.00 3 ноября. И будет на самом популярном нефедеральном канале Казахстана идти каждый день, что практически прыжок и кара. То есть каждый день, 19.00, она, заметьте, нас смотрят, когда едят. Если вас, интернетчиков, смотрят в любое время суток, и под утром могут, и днем, и утром. Да, да, нагуглят. То нас смотрят только, когда садятся к столу. Вот и в 19.00 это самое известное время ужина. И вот тут пойдет этот проект. Ну, это, господа, знаете, сколько это стоит? Ну, и никому знать-то не надо. Но это очень серьезный подход. Так вот, значит, то в это время крайне важно еще и развлекать. Ну, как угодно. Человек только таков, каков он есть, а больше никаков. Понимаете? Хорошо бы, что все хотели бы сидеть, вот, например, и Чехова слушать 19.00 в пятницу, да? Ну, знаете, таких мало. Я вам скажу, и Чехов не в обиде совершенно, не будь он Чехов. Значит, надо развлечь. И там есть этот момент, в частности, игра. Надо сказать, что все, что не цифра, все ложь. Наш монетарный век. И речь идет о цифрах. Килограммы. В конце концов, все ведь вокруг килограммов. Вот если эти люди, их 10 в результате останется. Сейчас пятна, подумаю, 10. Они не будут пополняться, вот этот состав. Вот если они в десятером дойдут до того, что суммарный, потерянный ими вес, а килограммы ежедневно фиксируются, сколько удалось потерять. В ходе тренировок, фитнеса, диетологически, там лучшие специалисты республики этим занимаются же. Вот если они потеряют 500 килограммов... Полтонны. Полтонны. 10 человек, по 50 каждый за три месяца. То они получат 100 миллионов тенге. Ну, ценник-то хороший. Да хороший, только вот что. 50 килограммов за три месяца... Я не знаю, как... ...можно потерять только ценой собственной жизни. Это смертельно, опасно. Это слишком стремительно. Ну, ребят, ну и 100 миллионов тенге. Потом можно поменять свою жизнь, получив такие бабки. Но тут есть один фокус. По пятницам эти люди выполняют некоторые задания, конкурсы. Расплата тоже килограммами. Условными потерянными килограммами. 5, 10, 1, 2... Ну, в смысле, о сложности задания. Выполнил? Как будто потерял. Не выполнил? Ага. Из командной копилки они вычитаются. Что ведет, разумеется, к астракизму лентяя. Разумеется, ведет к конфликтам в коллективе. Да что ж мы стараемся, а ты нам... И так далее. Можно сказать, я вот, Алла Верды, такого проекта, я вот сейчас просто сижу, вас слушаю, у нас в КЗ это первое реалити-шоу, я думаю, вообще, созданное нашими каналами. Я не знаю, вот, ну, по моим ощущениям, по-моему, это первое вот подобное, когда каждый день людей будут показывать. Когда, вот, просто то, что вот вы сейчас говорите, это же, ну, натуральное реалити-шоу каждый день. Такого не было просто. И вот очень правильно, Слава, вы подметили, обязательно возникнут всякие козни. Ну, ладно, первые две недели, три недели на общем этом подъеме, да еще и показывают. Это ведь люди со всего Казахстана, ведь больше тысячи анкет было заполнено. И эти люди уже съезжались со всех уголков. Через месяц это в Дом-2, да, еще по сценарию? Через месяц это начнутся такие козни и скандалы. И те прекрасные ангелы воплотишь, которых мы видели в начале. Потом начнут мочить друг друга. Потом начнут мочить. И вот это тоже часть этой штуки-то. В общем, это многоярусное собрание сочинений. Вот. И мне очень радостно, что казахстанский... Прогноз от матерого телевизионщика Деброва. Продадим слоника, то есть вот касательно... Рейтинга? Да. Рейтинга нет. И вообще смотрибельности пойдет, не пойдет. Как думаешь? Слава, я только одно могу сказать. Я для этого сделаю и делаю все от меня зависящее. А будет ли это? Неужели вы думаете, что мой папа, когда 19-летним ребенком воевал под Сталинградом, полагал, что возьмет в плен Паулюса? Вы так действительно думаете? Нет. Просто мой отец за своей пушечкой делал все, что может. А Паулюса все-таки взяли. Вот так и здесь. Я надеюсь, что это так и будет. До кадра мы говорили, что... Интересную вещь вы произнесли, что появилось вообще два мира. Мир телевидения и мир интернета. И если можно, какую-то вашу картинку происходящего, потому как вы ведь очень долго вас сделал. Можно же так сказать, что Диброва сделал мир телевидения. То есть все-таки вы продукт телевизионный. Правда. Человек из телевизора. Но сейчас, когда любой человек получил доступ к медиа, вот я такой тоже пример, да, что можно же камеру любую ставить и излагай. Ну, излагай. Да, и чего? И если там, я не знаю, как-то придешься, там, общественности, ну, вот, собственно... Да излагай себе. Видите ли, какая вещь. С приходом интернета, YouTube, в общем, ничего не изменилось. А раньше, позвольте, у тебя всегда перед носом лежал чистый лист бумаги и ручка. Ну, на, излагай. Ну, вот это самое страшное испытание на свете, это чистый лист бумаги перед тобой. Камера не так. Хотя я знаю, что здесь миллион сейчас людей это смотрит и слушает. Ну, к этому привыкаешь, если это твоя профессия. Но абсолютное испытание – это белый лист бумаги. Начинаешь писать, думаешь, вот сейчас я изложу, как жить, как спасительный или как Всевышний завещал. Я изложу, как из бездельного человека сделаться стоящим. Сейчас я изложу, в чем смысл жизни. Начинаешь, а тут бац, длинный нос из-под этого листа. Опа! Ну, не Гоголь. Ну, брат, что угодно пиши, а не Гоголь ты. А там, опа, и пенсная Чехова, мать. Вот не читать бы ничего. А посмотрите-ка вы на мир, 55 лет, как я. А что это приведет вас к румяному оптимизму? Ну, и чего там. 55 лет, полет нормальный. Какие впечатления просто? Ну, узнавали худшие времена. Было и худшее. Ну, вот надо сказать, что да, ну, конечно, лучше всего этот сардонизм, как вы верно отметили. Сформулировал мой великий друг Гребенщиков. Вот как. Мои слова не слишком добры, хотя и не слишком злы. Мне просто обидно. Могли бы быть люди, а мы козлы. Вот это вот и все. А вот теперь, значит, что касается партии интернета. Те-то как раз ненавидят свое тело. Это, кстати, полностью характеризует любого из нас. Ну, спросите Анжелину Джоли. Даже она имеет претензии к себе. Но зато каждый доволен своим умом. Уж особенно партия интернета довольна своим вкусом. Почитайте дамские блоги. Это, ой, как отвратительно выгляделось. Ой, ну и пара. Согласен. А, давайте поговорим о чистом листе интересном. Вот чистый лист. Потому что ведь многие у нас садятся и смотрят на этот чистый лист. И с этим что-то надо делать, когда ты испытываешь вот эту потребность. Потому что многие не знают. И, понимаете, потом идут в управдомы. То есть, как бы, помучившись недолго. Потому что долго мучиться оно чревато. Так ведь что-нибудь получится. Ну, может быть, их ободрит тот факт, что Платонов был дворником во дворе литературного института. Когда там учились будущие очень печатаемые пролетарские писатели. И поэт в это время за ними, значит, пыль подметал Платонов. Так что, в общем, это многих славный путь. То есть, творчество обязательно ведет конюченью. Не пускают, не печатают, не заказывают дизайн и так далее. Лучше всего это выразил очень попираемый Хармс. Властями. Если вы, ну, вы, конечно, помните, художник по бреду Крюкин. Я художник, слесарь Платона. Пунт и говно. Крюкин не выдерживает, бьется в падучи и умирает. Композитор Чикрышкин. Я композитор. Столлер. Там, Лиманова. Пунт и говно. Чикрышкин не выдерживает критики и топится. Ну и так далее. Как же тут быть? Немберок я должен заявить, что... На самом деле, если вдруг кто не понимает, ведь Дибров жгет сейчас, понимаете? Просто он... Нет, он просто это делает на таком уровне, опять же, да, что вот не все отжиг-то поймут. Должен заявить... Он жгет сейчас. Должен заявить в эпоху существования Ютьюба любые жалобы. Это попытка, жалобы на внешние обстоятельства, на то, что затирают. Да вот, кстати, и семья еще не дает, как следует подумать. Да вот, кстати, заметьте, и денег к тому же вот еще и нет. А вот бы их было побольше. Это всего лишь попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Вот, что я думаю. Надо заявить, что в русском слове творчество есть корень творить. Заметьте. Но ведь и в слове «вытворять» тот же самый корень. Ну да. Многие люди должны бы с некоторым сарказмом перечитать ощущения Наташи Ростовой перед первым баллом. Увидят ли они, как я хорошо танцую? Все ли увидят, как я хорошо танцую? Ага, никто не увидит. А по-моему, ты обязательно кто-нибудь найдется. Что же тогда делать? Ну, православным всегда придет на ум подсказки, придут на ум те подсказки, которые великие старцы нам оставили. Думаю, что в исламе тоже есть немало таких же подсказок. Мы все знаем во всех религиях, что человек должен всю жизнь только то и делать, чтобы пытаться подойти поближе к Богу. Ну, быть похожим на него. Суть спасения. Ну да. Да даже в неаврамической конфессии, в буддизме, то есть такая же позиция. Ты можешь стать буддой. На, пожалуйста, пробуй. Посмотрим, в чем же здесь дело. Дело в том, что, когда говорят, что вседержительный... Это я сейчас буду говорить о православном векторе. Я убежден, что в мусульманском векторе есть такие же размышления. Просто пусть об этом говорят те, кто лучше знает ислам. Я вот убежден, что когда говорят, что фантократ нас создал себе подобными, мы не должны вспоминать карикатуры Эфеля, сидит дедушка с босыми ногами, свешиваясь, поигрываясь с облака. Это не так. Имеется в виду, что вседержительный... Есть единственное обстоятельство во всем мироздании, что способно созидать. До него не было, после него стало. Даже пусть атеисты найдут в этом для себя определенную пищу для размышлений, но представьте себе бога не как дедушку, а как всеобщий закон. Ведь когда-то ж не было, а потом же стало. Но мы же не можем бесконечность понять. Но вот когда же земли не было, потом же стало. Но когда же на земле не было этих динозавров, были же вот такие инфузории. А после них стало. Вот так же именно это обстоятельство должно роднить человека с пантократом. Позвольте. А что стало? А чего не было, а потом стало? Это будем сейчас мы задавать себе такой вопрос. Вы можете себе сегодня представить хоть одного человека, который бы более 15 минут провел бы, не держа в руках чертову игрушку. Невозможно. Дальше. А другой думает, послушай, а как бы оно так сделать, чтобы вот этот бы самый телефон мог бы еще и письма выписать? А? Вот эта штука была бы. И появляется смс и так далее. Я уж молчу про того, который думает, как бы такой с земли бы оторваться и полететь. Ну, так появляются братья Райда, мало ли кто еще появляется. Да, Леонардо Давидович. Вот разница между творить и вытворять. И когда ты садишься перед белым листом бумаги, вот тут, вот это и есть Армагеддон. Вот тут зверь с Богом и начинает бороться. Что написать? Порнографическую новелку? Зачем? А тогда же меня все прочтут. Сегодня же не надо в издательство ходить. Есть же интернет, слава Богу. И что прочтут? Очередную тянущую тебя в бездну любви к собственному телу подписку. А чего бы тебе Карамазовых не написать? Не знаю, страдать там уж много придется. А вот ты, брат, и пострадай. Ссылочку-то надо съездить, понимаете? То есть Карамазовы-то они, а после ссылки бывают. Я люблю славу вспоминать. Это же вот в Семипалатинске-то было. Вот мы третьего дня сидели с моим любимым другом Рустамом Абдрашевым. Вот. И он говорит, слушай, это же у меня в Казахстане происходило. В Семипалатинске. А ведь это правда. Вот Господь управил. Семипалатинск у русского человека сразу ассоциируется со всякими испытаниями, и которые выпали на долю бедных людей, живущих там. И, наверное, до сих пор еще аукается. Ну, а вот там же было еще одно. Федор Михайлович, когда из каторги был освобожден, так Семипалатинский же впервые женился и прожил некоторое время. С Марьей Васильевной, правда, вот она даром что-то от чахотки-то умерла, но ее сын от первого брака Федор Михайлович до конца жизни сопровожил. И вот она же его и пилила. Но он, я читал, что он очень хорошо, вот как ни странно, да, что вот эта каторга, эта ссылка, она для него была каким-то отпущением. То есть вот, как ни странно, каторга дала Достоевскому вот это ощущение. Ведь после нее пошли вот эти монументальные все произведения, да, такие вот большие. Да, это можно так думать. Радуйтесь трудностями, миростем. Ну, есть расхожая формулировка. Все, что нас не убивает, делает нас крепче. Согласен. Вот быстренько вклинюсь, Дмитрий Александрович. Вот сейчас интересная штуковина, да, вот молодые люди. Мы еще захватили вот советское время, да, там были как-то понятны векторы, хотя стали зрелыми мы уже в лихие 90-е, и там векторы все исчезли, да, там вообще непонятно было, что делать, да. Но сейчас, мне кажется, не стало легче сегодняшнему молодому человеку, да, то есть вот к вопросу, кем становиться, что делать, а как жить, потому что он получил такое количество информационного шума вокруг себя, да, то есть на кого ему становится похожим? Да так и будет всегда 20 на 80. Кретины будут раньше, раньше, хоть они этого слушали, советского политического обозревателя и группу «Леся песня» с Магомаемым. А сейчас вот они будут «Жустина Бибера». Правильно я сказал? Я не очень эксперт. А вот видите, какой вы отсталый. Я, да, я прям совсем отсталый, я вообще ничего в этом не понимаю. Меня музыка обошла. Та еще советская чуть-чуть зацепила, я вот езжу, там, выучил, родительский дом, натяло, натяло, понимаете, за что регулярно получаю в отстаизме, и как-то в отстой, и обвинения немало, и все с этим в порядке. Но я как-то привык, все равно буду выкать в родительский дом, потому что, ну вот... Просто слова «родительский дом» вас колбасит не по-детски. Меня колбасит, да, хорошо он поет, пройдусь по Абрикосовой, вот это, спущусь по Виноградовой. Ну, понимаете, ну меня так учили, ну, короче, что я могу сделать? Научили. Да вот он встал в эту, я называю, это дурацкая богатырская ситуация. Да, понимаете, налево пойдешь, там, коня поэта, там, пойдешь в бизнес, пойдешь, да, там, всю жизнь этим будешь, бюргером успешным, да, пойдешь в творчество, врагу не пожелаешь такую судьбу, да, к примеру, говорю, там, куда? В политику, сейчас многие там в тренде, да, там, госчиновникам хорошо, наверное, зарабатывается. Не всем, правда, везет, то есть там же как в теннисе, но, как бы, вот... Вот ты, вот уж я богу не позавидуешь кому? Чиновникам. Ну, как-то тоже, мне кажется, там... Слава! Так вы же их видите в эту секунду. Давайте встретимся на этом месте через пять лет. В лучшем случае он будет просто лишен трубы, откуда он сосал до сих пор. Ведь жизнь-то чиновника не более пяти годами, как описывается. А в худшем случае сидят его такие же, кому сейчас такая труба нужна. И сидит-то он, наверное, наверняка в Семипалатинске же. Вот на той же самой каторге. У нас не в тюрьмом месте, извините. Нет, про каторгу. Про каторгу, это в лучшем случае еще каторга. А то ведь вот и ходит его вдова, последние деньги-то проедает, что остались после него. А если только они не конфискованы. Ведь сейчас же как они друг друга мочат? Они же уже не подсылают оголтелых умников с пистолетом. Нет, они прибегают к юриспруденции налоговых фокусов. Вот же как они друг друга теперь сажают совершенно легальным способом. А это самый страшный способ. Так что вы, пожалуйста, им не завидуйте. Это страшная жизнь. А потом, вот есть два разряда людей, которые не могут принадлежать сами себе. Это прежде всего, прежде всего, как и все на свете сегодня, проявляется в мобильном телефоне. Они спать не могут. Всю жизнь на связи. Без того, чтобы не включить... Это доктора и чиновники. Потому что могут позвонить в любую секунду. А, из Москвы приехал начальник Бая. Быстро! В чем дело? Надо же бордей сделать. Надо же накрыть им стол. Ой, ёпт. Два часа ночи. А он только сейчас приехал. Да еще целая делегация из Газпрома. Ой, мать. Надо же девок откуда-то из Киева выписать. Господи, у меня же ничего. А у меня... Иди вот, у тебя что, нету телефона? А ну быстро, десять девок совершенно голых. Чайхана, что там еще делается. А ну быстро, караоке. Хорошо. Ой, мать. Два часа ночи. Как? Совершенно голых. Совершенно голых. Потому что ему некогда Есенина читать. Быстро! Ой, ёпт. Жена. Ты куда? Петя. На работу, Маша. На тяжелую работу. Моя же работа чиновник. Честно, сейчас как нелегкая. Да. И как вот какой-то, знаете, определенный реванш за бесцельно прожитую жизнь. Ну, дайте миллиончик-другой долларов. Ну, хоть можно детишкам-то хоть что. Но у него есть гораздо более страшное отомщение за неверно понятые ценности. Его дети. Его дети. Они, как правило, толстенькие. Бывают и худенькие. Поступают обычно в такие прекрасные заведения, где мало чего учат, а однако открывают двери. Например, какая-нибудь академия государственной службы. Я говорю сейчас о Москве. В Казахстане наверняка все не так. Ну. И какая-нибудь, знаете, предпрезиденте какая-нибудь, неизвестно какая, высшая школа государственного сервиса. Эти толстенькие дети потом уезжают в Швейцарию. Там они тоже на папины деньги казакуют последние два года и приезжают. А то бывает и не приезжают. Вот это и хорошо бы для России. Потому что бывает возвращаются. Теперь так. Самое главное, что их интересует в жизни, это чем Бентли отличается от Ламборгини. Сразу скажу. Если как следует... Ничего не много, да? Ничего не много. Если как следует выпить, а потом еще и понюхать, что они, собственно, делают, то, в принципе, ночью на Швейцарском шоссе можно немецкого пенсионера, зазевавшегося, подбить на любой машине. Вот это наше и есть самое интересное. А причем наш папа-то бедный мучается. Он же видит, что из парня черт знает, что произошло. Слушайте, ну хорошие новости. Вот я извиняюсь, вклинюсь я в этот, как это, обличающий спич. Можно сказать, видно, что вот так от сердца. То есть можно добавить к нелюбимым вещам Дибровым, собственно, чиновников. И я думаю, даже их детей уже все-таки. Из хороших новостей тех детей немного. Вот по вашей же любимой проценте. Чтобы испортить бочку меда, давлю только ложки, дегте. Я думаю, тех процентов от силы 7-10. Я на 80 на 20 здесь. Ну, окей, да. То есть мне больше интереснее. Почему? Потому что я вот сам из тех вот 80 в люди выходил. Вы, честно сказать, по ощущениям, я думаю, все-таки тоже в люди выходили вот из тех 80. И я больше за тех переживаю 80, которые сейчас вот стоят на распути, запутавшись в политических концепциях, запутавшись в социальных моделях, в литературе, которую они не читают, кстати. Понимаете, как интересно. Ну, не Илюже Стогово им читать, правда? Ну, не знаю. Скажите, вот вы скажите. Мое мнение в данном случае не критичное. Я молодой еще. Вот я должен сказать. Значит, ну, давайте, Слава, мне очень приятно, что вы вновь возвращаетесь к одной и той же тезе. Значит, вы и действительно хотели бы, чтобы наша с вами беседа что-нибудь путное принесла вашему рецепиенту. Ну, давайте, извольте. Стараюсь. Значит, Будда рекомендовал освободить с вымот желание прочесть или послушать слово истины. Слово истины, говорил Будда, вы увидите только в том виде, в каком к нему готовы. В любой книжке откройте только то, что уже знаете. Причем, где же узнали на практике. Посмотрим, откуда я, собственно, родом. С Ростовской у Сашки. Мой папа был деканом и основателем, заметьте, филологического факультета Ростовского университета. Я жил в районе Богатяновка, это центр Ростова. Это означает, что я жил в профессорском доме. Все вокруг меня были дети профессоров этого же института. Декан физфака, декан химфака, ну вот и я. А в трех метрах от нас был страшный, огромный бандитский двор, где дети видели, как по субботам надравшиеся в усмерть папаши, только что, освободившись от тюрьмы, гоняли таких же пьяных их мамаш, до крови сбивая их придорожными камнями. Я это видел в детстве из своего окна. Значит, естественно же, что самой интересной игрушкой моего детства, игрушек было немного при социализме, была папина печатная машинка. Она стрекотала, начиная с 7 утра, я вскакиваю, знал, что, значит, папа уже проснулся, и прибегал к нему, и плюхался к нему на диван, на кожаный, как всегда у профессора, были огромные кожаные диваны. В ночной рубашке тогда дети спали. Я плюхался и смотрел. Папа откладывал рукопись, брал гитару и пел. Он пел Акуджаву и Навеллу Матвееву. Он пел польский джаз, он свободно играл на 19-й языках, это была его профессия, это не доблесть. И он любил джаз. Ну, кому было в 61-м году или в 64-й год, было можно любить джаз. Папе было можно. Он играл на аккордеоне, и он рассказывал мне про Блока, про Чехова. Он учил меня говорить по-польски, по-английски, по-польски я очень плохо. То есть совсем не говорил. Папа, я извиняюсь, уже ушел. В 78-м году. Царствие небесное. Это означало, что я видел, что на свете есть колоссальная, светящаяся держава, и она гораздо важнее. Не только, чем все вокруг меня в эту секунду, но даже важнее, чем я сам. Когда в 8-м классе дети вот этих бандитов подошли, они списывали у меня литературу, русские сочинения все и английские. Им же нужно было как-то закончить 8-й класс, чтобы уйти в ПТУ, а не в колонию, куда и местно. Приглашали меня выпить портвейн или взять киосовую с печать, чтобы выпить портвейн. Мне это было смешно. Я видел более высокое, нежели то, что вокруг меня. Пленка проматывается. В 2014 год слава сидит напротив меня, и спрашивает, что же теперь делать, когда все вокруг полно искусов. Позвольте. Да чем же сегодняшнее положение любимого вами реципиента отличается от положения 6-летнего мальчика с Богатяновки в Ростоне-Дону в 64-м году, когда вокруг столько искусов. пьянь, союз печать, девки, кстати, голые за этим, вот эти же дети, вот этих же мамаш, за углом прямо готовые на все. А вот в чем дело-то. Мне повезло, папа смог ничего для этого искусственного не подпринимать и внушить мне это. Если это не так вам свезло, ничего страшного. Это можно сделать самостоятельно. Надо отдать себе вопрос. Если что-нибудь, и если да, то что это, важнее для тебя, чем ты сам. Это не надо говорить принародно. Это надо сказать себе за 5 минут до сна. А вот честно, любишь ли ты что-нибудь больше, чем себя? И если говорить совершенно беспристрастно, могу заявить. Большинство ответит. Честно? Да ничего. В том-то все и дело, что при решении проблем вот этих развилок, мы ведь двигаемся в отношении того, как бы мне бы получше бы где-нибудь. Как бы мне безопаснее. И, как правило, все сводится к деньгам. Деньги – это конец любого диалога. Как бы мне так побольше, где бы мне лучше подзаработать, где бы мне выгоднее-то будет? Даже если не деньги, но ведь можно же беспощадно себя самоанализировать. Где мне больше почета будет? Где я буду лучше себя чувствовать? Все конец света. Но если только подходить к этому с твердой любовью к чему-нибудь, но не к себе, к чему-нибудь отдельному, вот это ты на Бога похож. Значит, что-нибудь для тебя важнее, чем ты, и ты спрашиваешь, где бы я мог ему лучше бы послужить. Вот и... А лучше бы найти такое, за что умереть еще хочется. Это совсем хорошо. Это было бы идеально. Это вообще хорошо, но боюсь, что не все же солдаты. Умирать-то не трудно, а вот побеждать труднее. Нет, надо сказать, что это... Мы зря даже пытаемся стать на пути у ручья, у этой стремнины, на пути у воды снесет страсть, любовь. Доктора быстро скажут, что любовь – это всего лишь результат работы надпочечников. Но это их дело. А, например, Вертинский опишет любовь по-своему. Любовь тоже должна быть сильнее, чем ты. Противиться этому бессмысленно. Аскеза, не скрою, вещь хорошая, но на удел мудрых... Это не каждый даже, но даже став аскетом, дойдет до размышлений Ямблека Божественного. Ну и пытаться даже, может, и не надо. Вот надо сказать просто, что, как пишет мой великий друг Гребенщиков, некоторые женятся, а некоторые так. Ничего в этом страшного нет. Сколько от тебя пользы большому числу людей? Вот это единственное, что нужно спрашивать. Сколько от тебя проку, хоть кому-нибудь, кроме тебя? А если много проку, ну, делай. Ну, Мопассан, когда заболел с сифилисом, даже писал. Ну, поздравляю вас, у меня, наконец-то, сифилис. Да-да-да, ничего страшного здесь нет. Просто страшно другое. Послушайте. А другой живет псевдодостойной жизнью с одной женой. Ну, во-первых, у любовниц больше, чем у собаки Блох в пятницу вечером. И, кстати, у этой жены тоже нет никакой иллюзии в отношении того, что там за симпозиум в пятницу вечером. В бане с девками из Ростова у него там симпозиум. Всем это все понятно. Просто не хотят рушить из-за детей, больше из-за себя сложившуюся конструкцию благоверной жизни. Нет, это все говно. Тут больше греха, чем у того, что бабничает, однако пишут высокие вещи. Чего он, Оскар Уайлд? Он же такой же педик, как Айнист. Ну, ребят, ну, давайте честно. Напишите, как Оскар Уайлд, хоть что-нибудь, а потом будем рассуждать. Но тут ведь вот же какая штука. Если все-таки идешь в ЗАГС, вообще раньше 30 туда ходить не нужно. Это нужно только для того, чтобы дети. Ну, в 50-е тоже можно это понять. В 20-е ты мне это скажи, кому я поверю. Значит, понимаете, какая вещь. Мы в СССР ходили в ЗАГС, потому что нам трахаться было никак иначе нельзя. Ну, не подпадая под определение хулиган. Мамы не отпускали дочек жить с нами. Ты должен был в ЗАГС ходить, тогда они отпустят. Да, там не было такого понятия гражданский брат. Да, ну, были оторвы, конечно, уходили, но они не меняют статистику. А сегодня можно, вполне естественно, несколько пожить с человеком. Снять квартиру, работая, кстати, для ее оплаты. Это даже и хорошо будет. Что на родителях ездить всю жизнь? Посмотреть, что это за черт. Жизнь друг с другом, это не игрушки. Тогда уже и решить. Но, что же решить? ЗАГС нужен только для одного. Для детей. Не могу понять людей, которые рожают в гражданском браке. Значит, наверное, во-первых, это форма боязни за свой кошелек. Мол, жена оттяпает половину. Ну, и дурак ты, приятель. Значит, ты оттяпал, очевидно, один раз в жизни, больше не оттяпаешь. Украл, что ли? Если бы была какая-нибудь закономерность внутри тебя, что приносила бы тебе деньги, благодаря чему ты и заработал. Так что ты боишься? Да и все. Включай даже цветной телевизор, а это самое дорогое, что есть. Ведь то, что понесло тебе это, понесет это же и через месяц, и через год. Не бойся, брат, давай спокойно, женись. Но ответь ко мне при этом на вопрос ребенка в 10 лет. Баб, почему я ублюдок? Бастардо. Так называется незаконнорожный ребенок во все века и народы. Что в моей маме не так, а? Что ты не мог с ней пойти в брак? Ты же не объяснишь ребенку, сынок, это не в маме не так, это во мне не так. Я за машину боялся, что она у меня распилит мою Дэу. Таганрогские автоцовы. Мать, Матюс. Вот почему я с ней не пошел. А потом не был уверен, буду ли я с ней всю жизнь. Но самое это страшное не в тебе. Кому ты нужен со своими страхами? Раз так, так тогда с тобой не о чем говорить. Ты хоть бы подумал, дурак, про то, что ребеночек-то 10-летний. Про маму спросит, а ведь будет всю жизнь исподовать, думать, что это он чем-то ущербен. Он плох, что его не захотели родить под своей фамилией. Говорят, ну я же, позвольте, в свидетельство о рождении пошел. Все равно будет думать, что-то значит в самом корневой системе. В семье что-то не так, раз не пошел отец в ЗАГС с мамой. Поэтому гражданский брак. Но если дети, вот тогда иди, хватит гражданских, иди в ЗАГС. Но только в этом случае. А теперь вопрос, а когда ты ребенка можешь себе позволить? Я позволил себе в 24. Пошел бы я, знаете, куда, теперь могу сказать. Какой ребенок? Если женщина уже 18, совершенно готова к главному своему заданию на земле, к родам, 18-летняя девочка, поди как умна. Это, ребята, если она не читала при этом Гуссерли, знаете, и не надо, чтобы она читала. А это ее бонус, если она вдруг действительно начнет Лермонтова цитировать. Это хорошо, это не обязательно. Она уже готова рожать. А мужчине надо бы поработать. Рожать мы не можем. Мы ущербны. Тогда нам приходится строить дирижабли, мосты, банки, телевидение. Ну, потому что мы рожать иначе не можем. А чтобы построить хороший мост, надо немножко поучиться мостостроительству. Так смешно, когда 20-летний молодой человек сидит и указывает своей 18-летней девочке. Не горбись. Блохо себя ведешь. Почему ты на Петю смотришь? А ты почему так себя ведешь? Ты кто такой дурак? Пойди-ка сам поучись. А придет, например, какой-нибудь, не знаю, ну, Ваня Ургант и будет смеяться над этим-то учителем 20-летним. Потому что по сравнению с Ваней, это он совсем смешон. Ну, дурак ты дурак, милый человек. Тебе надо рожать после 30-ти. У вас так естественно получается, вот этот дурак ты дурак. Я вот сижу, вы же еще при этом на меня смотрите. Нет, я не хотел слава сказать. Дмитрий Левович. Я задумался, я вот реально, я начал, нет, так я не боюсь этого, понимаете, сказать, я бы вот что еще пожелал, да, не страшно говорить, что ты дурак? Нет. Мне кажется, не страшно. Нет. То есть, что там, подумаешь, там, сказал Дебров, что он дурак, да нет. Да как же не дурак, когда я как вас, Гребенчикова, видел. Да я-то после этого, кто есть такой-то весь. Да какого черта я видел Дэвида Фостера, как вас? Шесть часов с ним сидел у него в замке в Малибуре. Да, конечно, дураки есть. Мне Жоржа Мады давал приста золотой в Швейцарии, я смотрел его глаза. Да по сравнению с ним-то я кто? Кажется, дурак. Дураки есть. А послушайте, Евгений Павлович Велихов больше меня понимает в поведении плазмы в электромагнитном поле. Кто же я теперь после него являюсь? А теперь насчет знания жизни. Я Федору Михайловичу, слава богу, очень хорошо, как мне кажется, чувствую. Последний с ним дает просто смешно. Знаете что? А Рильке ведь как писал? Поэт не требует побед. Он ждет, чтобы высшее начало его все время побеждало. А он бы рос ему в ответ. Еще мне вот Анастасия Александровна рассказывала Вертинский, значит, говорит жене в какой-то воскресный обед. Бибочка, нет, Лилечка он называл, Лидия Николаевна, Лидия Владимировна. Лилечка, ты представляешь, что Бибочка сегодня устроила? Эта Бибочка, это Анастасия Александровна, так они ее называют. Она не постеснялась сказать мне в лицо сегодня утром, что я дурак. Я был обескуражен этим. Как она смогла догадаться? Замечательно. Да мне стало просто поговорить не с кем в Москве. Я же сижу в подводной лодке, каким является наш дом с женой и с детьми. Я же никуда не выезжаю. Слушайте, ну у вас же там куча... А тут вы... Нет, мне спасибо. Я прям это, да, да. Нет, давайте начнем. Спасибо людям с 31 канала за то, что они сделали свое замечательное шоколадо. Шоу и додумались притащить Дмитрия Александровича, понимаете. Упросили каким-то, я не знаю, там боком сделать его ведущим. Это вот Аминь, здорово, да, 31 канал, привет, все смотрите 31 канал. Возвращаясь к нашим, ну, а кстати, интересно, а что вы нигде не... У вас же там селебритис вокруг, мама не горюй, это ж Москва, да, то есть где, там же много там с кем поговорить. Ну да, ну вот как бы это все-таки объяснить? Да, действительно много. Разберемся, как эти селебритис ценят друг друга. Селебритис, как вы выразили... Ну, много целующихся змеи. Да, да, да. Вы об этом... Надо сказать, что люди, чья работа слава, слишком хорошо знают друг друга, чтобы тратить время на такую фигню, как видится. За исключением, конечно, таких... Ну, они ходят друг к другу на программы. Вот я смотрел, смотрел вашу, вот Минаев же пришел, еще хорошо... Ну, такая другая, ну, голубчик, ты уж Дебров-то сюда не приплетает. Я же говорю, в целом про селебритис. Нет, я говорю про людей, которые занимаются тем, что покупают за 15 тысяч долларов стихи, написанные неизвестно кем, которые не будут знать тех, кто напишет музыку за следующие 15 тысяч долларов. Потом это как-нибудь за 10 тысяч долларов аранжируют, а потом ездят по Казахстану. «Октюбинск, не вижу вашей ручки». Эта песенка, как правило, о том, что ночь моей любви, осень моей тоски, весна моей любви и луч моей надежды. Нет, но он не позвонил. А он мне не позвонил. Понимаете, того-то важно, он не должен был. Пашка, солнце, я тебя люблю, но замуж не пойду. Сашка, солнце, я тебя тоже люблю, но замуж не пойду, как будто ее так уж и приглашают. Но я вам хочу сказать, Дмитрий Александрович, иногда посреди того, чего вы описали, методом, я так думаю, совершенно случайного, какого-то чудесного сочетания, рождаются вот такие абсолютно, знаете, ну вот, как вот, опа-опа, у меня самая красивая попа. Вот я, вы знаете, я хочу сказать, вот я понимаю, плюнут сейчас интеллигенты, вся интеллигенция в экран, но вот что-то в этом есть. Нет, ну подождите, вот случайно так вот сочлось. Ну да, для тех, кто сейчас, слава богу, плюнул в монитор или в экран, это есть, знаете, когда в ночь с пятницы на субботу в 4 утра попали случайно, это обычно в коробке, потому что я не представляю себе нормального человека, который бы слушал эту гадость изо дня в день, а потом бы писал или делал или проектировал что-то путное. Ну попал, ну а тут обычно поют те, кто напьется и поет только это все время. Ну а эту опу-опу, жопу услышал. Ну что ж, в 5 утра, в пятницу ночью это и не послушать. Да, ну все, в понедельник он уже расщепляет атом, а он все жопой-то там и сидит на рублевке со своей опа-опа. У меня все знают себе цену. И вот это отвратительное занятие никогда не обсуждается среди людей славы, когда они собираются все-таки. Видятся друг с другом. Так вот воры никогда не говорят о своих делах. Они говорят о том, куда потратили деньги, полученные от таких дел. Они говорят о ривьерах, ламборгиниях, но они не говорят о том, каким способом это достигнет. То есть только это не связано с делом. Так как эти люди знают себе цену, она только в одном. Успех любой ценой, любой божьей и чертовой ценой успех. Успех – это деньги. Значит, то тогда, знаете, даже на эти гламурные вечеринки в Москве нас приглашают суля кое-что. Ну вот оно что. Либо денежки. Ну, либо ништяки какие-то. Какие ништяки? Скороварки в деле. Вот кто победнее, тот и из-за скороварки придет. А серьезные люди за 25 тысяч долларов. Вы думаете, все эти басковые, там кто там еще, там кто там у нас, приходят просто так, да в глаза бы они никого не видели. Наше дело, вообще-то. Вот если бы нас просили. Помните, как в одном прекрасном фильме «Я хочу заработать по-настоящему много денег». Это сколько? Да чтобы никого не видеть. Ну, это нельзя. Столько денег ты, брат, еще не заработал. Вот поэтому, значит, совершенно очевидно, мы, однако, подходим и с почтением здоровьем все друг к другу, а некоторым просто киваем. Это почему? На таких вечеринках куда уж, ладно уж, пришли. У меня есть очень близкие друзья и собеседники. Это другой разговор. Это Витя Ерофеев, такой есть писатель. У меня есть друг Энри Лолошвили, это автор музыки к фильму «Нежный возраст», «Ликвидации». Это гениальный композитор грузинский. У меня есть близкий друг Женя Болгер. Ерофеев, это вот, который Москва, петушки? Нет, Ерофеев, это Венчик Ерофеев. А это тот, который русская красавица. Вот, но Лева Новоженов, это мой близкий друг. Для того, чтобы я был интересен моим друзьям в пятницу, я должен много-много поработать, поработать, а не ерундой позаниматься, с понедельника по четверг. Я фигурально говорю, мы видимся не чаще раз в три месяца. Так вот эти два и три четвертых месяца, я ведь работаю в тиши, только наедине с собой. Ты достигаешь продукта. Продукт, жизнь это земледелие. Продукт приходит только в сентябре. Главная работа делается в июне, когда никаких плодов нет. И вот, представляете себе, с настоящими, это тоже селебрити, только с другого конца. Я встречаюсь, предположим, по бреду, с Андреем Андреевичем Вознесенским, доброй памяти, покойным. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Здравствуй, Дима. И начинается диалог. И вдруг я пуст, как бочка. Пустая. Как пробка. Ни одной интересной мысли о мироздании за эти полгода, что прошли после нашей последней встречи. Ни одного парадоксального замечания. Никогда о вещах, всегда о закономерности. Вот как он был полгода назад, дурак, так вот он и сейчас. Долго ли со мной будет Вознесенский говорить? Да минуты три, сколько хватает для вежливости. Все-таки же за мной телевидение. Долго ли я буду интересен Льву Новоженову, если ничего, никаких даже следов внутренней работы нет? Над мирозданием, над людьми, ни с кем не встретился. А как же ты встретишься, когда ты им совершенно бесполезен? Они на тебя и плевали. Поэтому крайне важно не видеться, а работать. Вот тут вы, в Алма-Ате. Мне какой кайф вас встретить. Это мне вот редко удается. Вы сейчас вот в течение нашей беседы, наступил какой-то момент, где-то я... Вы говорить начали. Вы понимаете? Вот, то есть обычно, вот я гляжу ваше, ну, по крайней мере, то, что мне видео удалось, вы, ну, такими глубокими, такими, знаете, как выстрелами, такими очередями. Вы такой... Вот, а сегодня я получил такое много таких вот очередей, понимаете? И очень хорошо, что я вот почувствовал, вот, ну, я вас сегодня услышал, и в окончании нашей с вами беседы я вам желаю, понимаете, чтобы вот этот вот огонь, который сегодня полыхнул у меня на интервью, слава тебе, Господи, понимаете, он пускай в вас горит, Дмитрий Александрович. Спасибо, Слава. Я с вашим удовольствием буду этот огонь. Не важно. Какой вы интересный делаете, конечно, промысел. Дай вам Бог успеха в нем. Вот, очень хорошо, когда практика еще и самой внешней стороной улыбается глубокому человеку. Это очень хорошо. Надо серединный путь. Вот это медитировать, знаете, есть где. Молиться тоже есть где, и надо еще, кстати, уметь это делать. А вот бы не удаляясь в аскезу, вот здесь, в интернете, делать важные и полезные, это и есть серединный путь, и нашим, и вашим. Дай вам Бог успеха в этом. Коня готовят на день битвы, а победа все же таки от Бога. Честь имею. Спасибо большое. Спасибо, Слава. Мне было очень радостно, приятно. Яко солнышко посвятило.